привет мои дорогие с вами оксана и сегодняшние видео обзор покупки декоративной косметики сегодня хочу поговорить с вами про косметику vivienne sabo кому это интересно оставайтесь со мной тем кто впервые попал на мой канал присоединяйтесь расскажу покажу оставлю свой отзыв что стоит покупать что мне не понравилось я сама люблю смотреть эти подобные видео ну чтобы не переплачивать чтобы во всяком случае знать о свойствах тех продуктов которые продаются так а именно сегодня хочу рассказать я вам про тушь про помадку тени блеск и пудру и так девчонки начнем обо всем по порядку начну с туши свой рассказ выглядит она вот так тушь кабаре беру уже не в первый раз очень довольны я этой тушью тушь черная резиновая кисточка покажу не длинные ворсинки не скатывается не осыпается долго держится я знаю девчонки что тушь должна быть в использовании 3-4 месяца но вот этой туши мне хватает на полгода когда первый раз я купила я ждала момента когда же она в конце концов начнет пахнуть как-то по-другому подсыхать в общем ничего подобного не произошло и пришлось мне пользоваться полгода и в общем хватает девчонки посмотрите потому что по той цене бюджетно вполне себе хорошая тушь понравилась она мне так следующее что хочу показать это тени что касается теней вот такой тонн в общем по порядочку обо всем начнем с упаковки я сама частенько нашу некоторые косметические продукты у себя в сумке что естественно ведет к тому что они падают рассыпается очень упаковка прочная такая пластик такой нехлюпкий хорошо вот эта крышечка закрывается держится что касается плюсов сами вот эти тени вот тот оттенок какой они имеют в самой палитре вот именно такой оттенок они и передают на кожи глаз текстура плотная мелкая мелкий помол этих теней очень долго держится до в течение рабочего дня никаких изменений не закатывается в складочках никак не отпечатывается в общем как нанесли так они в течение дня у вас и находится вот все что касается плюсов да еще имеет такой ненавязчивый приятный запах я сама не люблю косметику с запахом а это вот именно не имеет вернее вот эти вот тени не имеет такого резкого запаха почему они мне понравились вот все что касается плюсов что касается минусов вот в этих тенях была отвратительная кисточка спонж я ее сразу выбросила вот этот минус следующий минус что это то что чтобы нанести это надо постараться то есть они плохо отдают продукт сам вот этот с кисточкой нужно хорошо это все дело по ширкой чтобы нанести если у вас мало времени и если вы торопитесь то конечно вот этими тенюшками вам воспользоваться будет проблематично если же у вас есть время повозиться то нанеся их будете в течение дня спокойно себя чувствовать неподправляемый кияж держится хорошо вот из минусов то что очень сложные они в нанесении нужно с ними все-таки повозиться какое-то время так вот это касается и так по поводу пудры что касается пудры удобная упаковка зеркало на всю ширину крышечки вполне себе хороший спонжик вот у меня они уже использованы настолько и уже могу сказать о плюсах которые имеет эта пудра мелкий помол хорошо наносится долго держится в общем отзыв положительные девчонки опять-таки присмотритесь вполне себе бюджетная цена и хорошее качество опять-таки не имеет запаха что для меня немаловажно может быть кто-то тоже так негативно относится к косметике который имеет запах вот это именно то что мне понравилось пользуюсь буду пользоваться так оттенок вот номер два в частности он у меня сейчас на коже находится он очень хорошо подходит для светлой кожи там по моему не такая большая палитра оттенков именно вот этой вот пудры но вот именно а2 мне вполне себе подошел еще раз покажу девчонки посмотрите оттенок такой не желтит мне не нравится когда наносишь и немножко оттенок кожи приобретает желтый это нет вполне натуральный вполне так себе хорошо держится с кожей сливается вот этой границы между самой кожи лица и шеи не получается в общем понравилось мне вот это вот пудра так следующее что хочу показать вам это помадка коробочку я от этой помады уже поторопилась выбросить все лишнее выбрасывают это вот мания конечно не дожила она до съемки этого видео но вот покажу название вот так вот и оттенку мне по моему сто седьмой сто седьмой что касается вот этой помады покажу оттенок такой вишневого такого холодного подтона свой часто сейчас покажу вам вот так он выглядит на губах он у меня сейчас находится но сразу скажу девчонки что вот в самой вот этой вот тубе на губах оттенки все-таки отличаются в самой тубе он как бы выглядит более насыщенным более темным на губах он не таким прям вот темным темным не совсем не синюшные губы получаются в общем хороший оттенок взяла специально вот этот холодный оттенок помады на зимнее время года хочется чтобы уж совсем бледные не казаться на зимнее время вот это вот эту помадку я себе вот этой помады ложится хорошо ровно ланолин в своем составе имеет эта помадка то есть ухаживающий эффект но я не знаю после нанесения походила я с вот с этой помадой два дня и у меня как будто эффект сухости губ возник почему так не знаю хотя вот при нанесении она ложится очень так гладенько глянцево так очень хорошо но тем не менее вот губы мои почему-то она подсушила девчонки напишите может быть тоже кто-то с этим сталкивался я честно говоря не ожидала что вот помада вот этот мне будет губы как-то подсушивать хотя я в своем уходе ничего не поменяла также делала и скрабы для губ также и крема на ночь наносила но тем не менее то ли это связано с какими-то моими внутренними них вернее с моим какой-то с какой-то нехватка витаминов изнутри либо этого связано с этой помадой так что касается запаха запах имеет эта помада но не химический немножко цветочные легкий но вполне себе терпимый и со временем она как-то выветривается что ли на губах запаха такого прям резкого цветочного не оставляет единственно девчонки еще раз повторю напишите может кто-то тоже столкнулся пользуясь вот именно вот этой помадой с тем что появилась какая-то сухость на губах не знаю может быть это с помадой связано может быть совсем не относится это к ней но в общем вот так как-то но из положения я вышла я на эту помаду начала наносить вот этот блеск для губ тоже vivienne собой блеск покажу название не скажу как оттенок этот номер оттенка кто-то видит но купила в общем вот так вот купила из-за оттенка прям нют нют совсем опять скажу по поводу вот этого блеска тоже у меня такое впечатление спорная осталось запах такой же как у помады слегка легкие такой ненавязчивые кисточка очень удобно в использовании но это вот тоже продукт который на любителя те девчонки кто любит плотное нанесение липкий эффект понравится те кто любит более легкое что-то на губах он не понравится потому что плотно ложится эффект липкости имеет в общем отзыв у меня такой но хорошо защищать губы даже вот говорю после того как я попользовалась вот помадкой предыдущей и такой эффект у меня сухости на губах возник я начала пользоваться вот этим блеском и все все нормализовал я не знаю чем это связано но у меня вот так все произошло плотный за счет того что он плотный и такой как бы липковатый он хорошо защищает губы думаю на зимние на зимний период это будет очень даже хорошо единственно что вот этот вот оттенок в зимнее время не подойдет наверное пойду куплю вот именно вот этой линейки блеск и оттенка какого-то поярче себе выберу ну вот девчонки на этом все мои дорогие пишите отзывы комментарии какие-то вопросы если у вас возникают я буду очень рада отвечать на них на этом все всем всего хорошего пока пока пока